Переходим к следующему докладу. Докладывает Бектег Беков Казбек Сулейменович, главный специалист отдела геосервисов Центра геоинформационных данных и сервисов Акционерного общества «Национальная компания Казахстан-Гарыш-Сапары». Доклад на тему «Мониторинг сельскохозяйственных ресурсов Республики Казахстан на основе использования данных дистанционного зонтирования Земли». Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить компанию «Ракурс», которая пригласила нас, а также наших греческих коллег, которые устроили эту замечательную конференцию, где мы можем одновременно отдохнуть и послушать очень интересные доклады. Я от имени докладчиков, которые приведены на этом слайде, я хотел бы сделать следующий доклад. Переводить вперёд. Вот на этом слайде у нас приведена применяемая технология. Это в основном стандартные технологии, но у нас имеется третья сверху технология, которую мы должны, вообще-то говоря, адаптировать к нашим полям, к нашим урожаям, к нашим сельскохозяйствам и другим культурам. На следующем слайде у нас приведена схема, принципиальная схема оказания услуг национальным операторам. Мы являемся национальным оператором в Казахстане. Значит, слева у нас будут государственные органы, структурные подразделения, полевые работы и бизнес. Те, кому нужны эти данные. Справа у нас приведены крайне правые космические аппараты, с которыми мы работаем, а также технологии, которые используются у нас. Это сборы, обработка данных, полевые работы и так далее. На следующем слайде у нас приведены РБП, это республиканская бюджетная программа 010, это обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры, где под программой 102 услуги по представлению космических снимков государственным органам и организациям, получаемых от космической системы дистанционно зондированной Земли, Республики Казахстан. Для Министерства сельскохозяйства мы их представляем бесплатно. Значит, здесь, во-первых, у нас идут для Департамента земледелия оценка посевных площадей, оценка состояния посевов, спутниковый мониторинг, это прогнозы урожайности, а также мониторинг темпов уборки. Дальше, это для мониторинга животного оца, это мониторинг пастбищных угодий и оценка продуктивности пастбищных угодий, а также деградации пастбищ там и так далее. Для Комитета лесного хозяйства и животного мира, это вот вы видите, это спутниковая оценка лесного хозяйства Республики, мониторинг за лесными пожарами, оценка освоенности лесных массивов, а также оценка кормовой базы для диких копытных животных, картированный рыбный хозяйств, мониторинг нефтяного загрязнения Космического моря. Следующий, это Комитет водных ресурсов, это тоже очень важный комитет для нашей Республики, потому что вода для нас является очень важным источником жизни и ведением сельского хозяйства. Это мониторинг речных систем, мониторинг озёр и крупных водохранилищ, мониторинг водохозяйственных сооружений, оценка уровня безопасности гидротехнических сооружений и мониторинг орошаемых территорий. И Департамент трансграничных рек, Казахстан является вообще-то государством, у которого все реки являются трансграничными, и мы зависим от состояния наших соседей. Поэтому мы вынуждены детектировать образование дополнительных ёмкостей воды на территории сопредельных государств, а также оценка орошаемых площадей, бассейнов рек на территории сопредельных государств. Например, река Или в связи с засухой и так далее, и освоением нашими соседями Китаем больших земель на западе Китая, она должна была бы вообще-то обмелеть, но мы замечаем, что, наоборот, река Или увеличила свои воды, но за счёт потепления климата начали сильно таять ледники, но это, конечно, долго не продержится, но это ещё одна такая большая забота для наших трансграничных рек. На следующем слайде я покажу, это космический мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Это, значит, идёт учёт земельного сельскохозяйственного назначения, дальше анализ данных ДЗЗ, затем актуальная карта земельных сельскохозяйственного назначения на основе ДЗЗ, и дальше структура сельскохозяйственного угодья на основе данных. То есть всё это мы видим и проделываем. Теперь мониторинг сельскохозяйственного производства Республики Казахстан. Это оценка посевных площадей, оперативный мониторинг сроков агротехнических работ, оценка состояния засорённости посевов и так далее, а также прогноз урожайности зерновых культур. Мы используем это ежедневные снимки сенсоров, это МОДИС, снимки космического аппарата, это ЛАНСАД, а также со спутников КАЗИОСАД-1.2. КАЗИОСАД-1.2 – это с разрешением 6,5 метров и 1 метр. Следующее – это спутниковая оценка состояния посевов. Вот здесь вот приведена, как мы оцениваем посевы, это вот по областям. И спутниковая оценка состояния посевов яровых сельскохозяйственных культур Северо-Казахстанской области – это в этом году то, что мы провели. Этого слева на графике это по областям проходит. Также мы проводим прогноз урожайности сельскохозяйственной культурной основой регрессивной модели. Это вот приведены вегетационные индексы, приведены вот внизу. Это стандартные вегетационные индексы, но всё-таки их, оказывается, можно немножко корректировать, так как земля и сорта у нас несколько свои. И факторы формирования урожайности – это уровень культуры земледелия и метеорологические факторы. Вот мониторинг растеневодства приведено на следующей схеме. Это вот Северо-Казахстанская область – это общее. Затем мы переходим к району, и далее мы можем перейти к отдельному хозяйству. Это вот ферма «Казалтаунан», которая называется. И мы видим, что вот сейчас мы составляем цифровую карту сельскохозяйственных угодий, и при интеграции с данными из ГЗК возможно получение информации на каждое поле, на каждое хозяйство. Такой ГИС у нас сейчас работает. Для картирования сельскохозяйственных угодий используют данные из соответственных аппаратов. И мониторинг агротехнических операций с обновлением данных в геопортале проводится каждые 3-5 дней. Это вот во время посева и уборки. И оно предоставляется и в Министерстве хозяйства, и в правительстве республики. Ну и, конечно, дело в том, что в Казахстан, кажется, пора. Это было, это есть чисто производственные предприятия, но мы сейчас открываем такое научное подразделение, где могли бы моделировать процессы, использовать новые научные достижения. Вот благодаря вот этой конференции мы уже видим, что можно кое-что взять и у наших коллег. Вот мы вот начали моделировать затопление, паводковое затопление весеннее. И дело в том, что Северный Казахстан, это является такая очень плоская равнина. Если вы летите на самолет, то вы увидите, что наши озёра, они круглые все, почти все круглые, потому что кругом всё ровно. И это является одной из таких вот факторов, когда весеннее затопление происходит внезапно, и в течение двух часов оказываются уже затоплены большие площади и остаются на островах, там животные и так далее. То есть не успевает отреагировать на это, и затем вода вспадает в течение где-то от трёх до недели. И это связано с тем, что вот эти бассейны, которые образуют, они очень большие. И вот мы можем, сейчас создали программу, мы находим эти бассейны и можем программировать и примерно моделировать, как будут затопляться эти области. В то же время эта программа нам позволяет использовать её для выравнивания площадей посевов для, допустим, для точного земледелия. Это очень важно для рисовых чеков, это очень важно в то же время для некоторых сельскохозяйственных культур, где заболачивание и осушенные поверхности, они дают разные урожайности. Но здесь можно поработать у нас. Дальше вот мониторинг лесных ресурсов территории Казахстана. Здесь вот проведены данные. У нас составлен цифровая карта Государственного лесного фонда. Интеграции с данными казахского лесоустроительного предприятия, лесхозов и так далее, всё это интегрируется. И у нас проводится ежедневный мониторинг лесных пожаров на всей территории республики. Так как лесов у нас мало, то пожары приносят, конечно, этим большой вред. Для картирования используются данные ДСЗ, опять-таки, вот наших спутников, которые у нас есть. Это вот этот вот слайд. На следующем слайде проведен мониторинг. Это созданы базы для 226 лесничеств на территории Акмолинска, Алматинска, Акмолинска, 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 Акмолинска и Жамбуллска областей. По данным. И созданы цифровые векторные слои лесов для Акмолинска-Акмолинска и процесс завершения остаётся для остальных областей. Ежедневно на портале отображаются очаги пожаров, выигравшие территории и карты схемы прогноза пожароопасности. Мониторинг водных ресурсов мы уже говорили. Дело в том, что у нас есть не только реки, которые всё время икут, но есть сухие русла, которые необходимо знать, которые во время паводков могут брать на себя как направляющие в какую-то сторону русла. И если там есть какие-то поселения и так далее, то мы должны об этом знать. Вот здесь вот приведена спутниковая оценка паводка ситуации по руслам рек и так далее, проведена инвентаризация гидрографической сети по актуальным данным ДЗЗ. Сейчас мы вот это совмещаем с математическим моделированием возможных паводков. Ну, спутниковая, вот на втором слайде, на следующем слайде приведена вот спутниковая оценка паводка ситуации по руслам рек по данным ДЗЗ. Вот это вот голубенькое, это всё затопленные территории. Они, видите, большие достаточно. Ну и мониторинг нефтяных загрязнений территории казахстанских секторов Каспийского моря. Но тут говорить о секторе очень тяжело, так как это вода и нефтяная плёнка, она может перемещаться. И мы моделируем, смотрим, как это делают. И, конечно, мы это делаем совместно уже с российскими специалистами, потому что вот это Северный Каспий, это самый один из богатых районов по осетровым и чёрной икре. Сейчас чёрная икрана запрещена для вылова, хотя она и продаётся, правда. Ну и вот, наверное, и всё. Здесь вот приведены наши преимущества, так как мы одно из таких национальных операторов. Это вот уже для рекламы. Спасибо. Спасибо, Казбек Сулейменович. И переходим плавно к вопросам. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Все хотят обедать. Нет вопросов? Да. Тогда ещё раз давайте поблагодарим докладчика. Спасибо, Казбек Сулейменович. Спасибо.